МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Я мировой повар Лазерсон. Это программа о еде, о национальных кухнях, которая всегда начинается с карты мира. Сейчас, ребята, Индия. Посмотрите, пожалуйста, вот она, Индия. Характерная форма этого огромного полуострова. Обратите внимание на восточную часть. Здесь, правда, написано «Западная Бенгалия», потому что западная по отношению к Бангладешу. Но вот эта вот область сегодня у нас будет работать, потому что именно плюда из этой области я вам сегодня покажу. Рыба в бенгальском стиле. Хорошая штука. Очень люблю рыбу в этом стиле, потому что она пряная, она выраженная, и она такая, знаете ли, неизбитая еще. Вот, будьте внимательны, вооружайтесь ручками, блокнотами, снимайте на видео, снимайте на свои мобильные телефоны, звоните друзьям, пусть включают и посмотрят, как готовят нормальное человеческое блюдо. Рыба в бенгальском стиле. Стать рыбой по-бенгальски может каждая рыба, если она будет подаваться под правильным соусом. Блюдо равных возможностей – рыба по-бенгальски. Я начну, конечно, не с рыбы, потому что, вообще говоря, индийская кухня – это кухня соусов, кухня таких вот блюд томленых в густом соусе, и там, конечно же, определяет все, прежде всего, соус. Рыба – себе и рыба, но она будет вкусна именно в окружении соуса, поэтому я сейчас внимание буду уделять прежде всего соусу, прежде всего тому, в чем эта рыба будет плавать. Смотрите, что я беру. Я сейчас возьму поэтому ингредиенты для соуса. Я беру, прежде всего, лук. В индийской кухне лук крайне важен, я вам скажу. Я беру зеленый перец, я беру парочку помидоров, я беру чеснок, я беру имбирь, я беру кинзу. Все вроде бы унес с собой. Значит, не торопясь, сейчас будет что-то происходить. Я возьму также сейчас посуду, ребята, посуду, в которой я буду готовить еду. Значит, я возьму вот такую сковородку плоскую, я возьму на всякий случай сковородку неплоскую, и я возьму маленький сотейник. Вот так будет. Значит, в сотейнике я сейчас буду готовить начальную стадию изготовления соуса. Смотрите, как все несложно на самом деле. Я почищу лук. Лук, вообще, вот во многих кухнях, ребята, лук – это не просто овощ, который имеет характерный вкус, а это еще и база для соуса, потому что именно лук, работая в соусе, дает вот такую характерную густинку. Вот в Индии это крайне важно, потому что большое количество индийских горячих соусов, они густы из-за того, что там растушился лук. Так вот, я буду сегодня именно этим заниматься. Я сейчас буду готовить сначала базу. Я возьму, смотрите-ка, лук, чеснок. Значит, вот чеснок я сейчас почищу. Это чеснок. Имбирь крайне важен, потому что имбирь – это очень по-индийски. Там имбирь хорошо растет в этом регионе. Он используется и в других странах, которые соседствуют с Индией. Потому что, повторю, потому что растет хорошо. Вот я возьму сейчас фрагмент имбиря. Я его должен буду очистить. Вот у меня есть вот эта база для соусов. Имбирь, чеснок и лук. Теперь я сейчас все это сполосну. Я учился индийской кухне не в Индии. Я учился этому в Лондоне, потому что в Англии знают толк в индийской еде. Бывшая колония все-таки Индия английская. Там в Англии много индийских ресторанов, и индийская еда в почете. Вот такие бывают парадоксы. Смотрите, Англия владела Индией. Но не английская кухня вошла в Индию, а наоборот. Индийская кухня очень прочно осела в Англии. Такие бывают вот штуки. Значит, я режу лук достаточно мелко, но бессистемно. Я, конечно, какую-то систему сейчас даю, но во всяком случае нет необходимости как-то так вот одинаково нарезать лук, потому что он превратится у меня в результате в соус. Значит, смотрите. Кастрюлька небольшая, растительное масло, немножко сливочного масла я дам. В Индии вообще используют очень много специального масла, которое называется ги. Это топленое такое масло, сделанное из буеволиного молока. У нас такого нету, но можно просто использовать топленое масло. А я предпочитаю пользоваться смесью растительного и сливочного масла. Тогда сливочное масло не так горит. Вот, видите, шипит. Я сюда отправляю лук. И вот я сейчас начну потихонечку этот лук здесь растушивать в присутствии чеснока и имбиря. Значит, вот чеснок я тоже отправлю в кастрюльку, нарублю его грубо. Да, и имбирь я все-таки нарежу поаккуратнее. У него специфические волокна, поэтому надо их хорошенько перерезать. Значит, смотрите, что будет с имбирем. Вот есть пластинки. Теперь я пластинки нарежу на соломку, а потом соломку на мельчайший кубик. Тогда волокна перерезаются и нету вот этой вот имбирной волокнистости. Ну вот, достаточно аккуратно. То есть аккуратнее всего я нарезаю имбирь для этого блюда. И теперь я вот эту смесь имбиря и чеснока тоже отправляю к луку. Буду помешивать время от времени, чтобы здесь ничего не пригорало. Теперь я, смотрите, что сделаю. Я сейчас беру сковородку и просто на сухую нагрею сковородку. Я сейчас возьму абсолютно такую обезличенную рыбу. Потому что дело здесь не в рыбе, повторяю, а вот во всем ее окружении. Так вот, я возьму сегодня филе сома. И я это филе нарежу вот на такие вот порционные аккуратные кусочки. Потому что рыба должна нарезаться для этого блюда достаточно крупно. Не как там, знаете ли, гуляш какой-нибудь, а вот так. Пусть она пока отдохнет. Там, где лежала. Я не забываю контролировать лук. Вот видите, лук уже начал прижариваться. И когда вот этот процесс прижаривания пошел, я начну лук сейчас искусственно растушивать, чтобы он все мягче и мягче становился. Я в него буду подливать, в него буду немножко воды. Смотрите, каждый раз. Бац! И теперь лук уже тушится. Но через некоторое время вода испарится. Я снова буду лук жарить, а потом снова налью воды. И так я буду делать несколько раз. Вот это очень интересный прием превращения лука в соус. Чтобы превратить лук в соус, нужно долго тушить его, время от времени подливая воду. Помните сковородку? Вот нагрев. Вот сковородка. Она уже горячая. Смотрите, я беру, немножко бросаю сюда кумин. Кумин – это вот такая штука, характерная не только для Индии. Я вам сейчас нарисую, ребята, картину мира немножко, вот применительно к этой специи. Кумин – зира. Еще называют эту специю. Смотрите, Средняя Азия наша. Ну, представьте себе карту мира. Средняя Азия, в общем-то, до Индии не так-то уж и далеко. Плов. Без этой травки плов в Средней Азии не делают. Теперь смотрите, давайте уйдем черт знает куда. В Мексику. В Мексике вот эта вот зира тоже крайне широко используется. Вот вам еще и, понимаете, плюс Индия, плюс даже немного Азербайджана и Ирана. Там тоже зира используется. Марокко. Там тоже зира хорошо используется. Вот эта вот штучка, зира или кумин, такая весьма популярная специя в характерных таких кухнях. Так вот, чтобы она лучше работала, давала больше вкуса, я ее сейчас, видите, погрею на сухой сковородке. Но вместе с зирой я погрею на сухой сковородке еще немного кориандра. Ну, кориандр вы знаете все. То, что зеленое, называется кинза. Травка называется кинза. А то, что вот семена, называется кориандр. Но это одно и то же растение. Еще я сюда дам чуть-чуть семян фенхеля. Они имеют такой анисовый вкус. И я сейчас дам сюда немного кардамона. Сердцевинки кардамона маленьких семян. Вот они такие черненькие. Я вот эту вот капсулу, видите, раскрываю. И оттуда выходят вот такие небольшие семечки. Это кардамон. А вот эти специи на сухую я сейчас погрею. Тогда они будут лучше работать, будут вкуснее. И еще я также погрею со специями палочку корицы. Вот посмотрите, как опять жарится лук. Вот он немножко поджарился. И я снова добавляю сюда воду. И так я повторяю, сделаю несколько раз. То есть вот, специями уже очень хорошо сейчас пахнет. Они, кроме корицы, меленькие. Поэтому я уже сковородочку сейчас вот так вот сдвигаю. Потому что специи начали работать уже. Они уже дали аромат. И пусть себе отдыхают. Возвращаемся к рыбе. Я сейчас возьму тарелку. Возьму муку. Посмотрите, мука на тарелку. И муку я смешаю. Знаете, с чем? Муку я смешаю с куркумой. Вот этот вот желтый, красивого цвета порошок называется куркума. Это такой корень, который растет в Индии. Его высушивают и измельчают. Получается желтый, чуть горьковатый порошок. Это важный ингредиент порошка карри. Это смесь специй, которую придумали в Англии для упрощения приготовления популярных там индийских блюд. А я сейчас куркуму, смотрите-ка, смешаю с мукой. Вы понимаете, что муки больше, куркумы меньше. Для одного дела. То есть вот у меня получается такая смесь. Я ее только посолю сейчас. Я так это ее прилично посолю. И вот у меня получилась смесь. Вы понимаете, наверное, что эта смесь не для того, чтобы ее есть ложкой, а для того, чтобы в ней панировать рыбу. Не забываю про свой лук. Сейчас я лучок сдвигаю на другую конфорку. А эту конфорку я предназначу для рыбы. Растительное масло. Немного сливочного масла. И теперь смотрите, что будет. Я расположу муку поближе к сковородке и рыбу поближе к сковородке. И теперь очевидно, что я буду жарить рыбку. Вот так она будет панироваться в смеси муки и куркумы. И вот так спокойно она будет обжариваться. Обратите внимание, когда я кладу рыбу на сковородку, смотрите, что я делаю. Я кладу рыбу, посмотрите, всегда от себя. Крающих положил и шлепнул рыбу от себя. Тогда брызги, если будут, пойдут туда, на стенку. Вам кто-нибудь такое рассказывал, нет? Ну так вот оно, вот то-то и оно, ребята. Готовим рыбу по-бенгальски. Нагреваем в сотейнике смесь оливкового и сливочного масла. И тушим нарезанный репчатый лук, чеснок и имбирь. Рыбное филе нарезаем порционными кусочками. Прогреваем на сухой сковородке кумин или зиру, кориандр, семена фенхеля, кардамон и палочку корицы. Муку смешиваем с куркумой и солью. Нагреваем в сковородке смесь растительного и сливочного масла. Обжариваем рыбу, предварительно запанировав ее в смеси муки и куркумы. Вот смотрите, какой приятный у рыбы цвет. Такой желтый, немножко с коричневинкой, с краснинкой. Вот это уже, ребята, хорошо. Вот рыбка себе жарится. Ну и теперь, когда лук у меня более-менее уже стал мягким, сейчас я дождусь, пока он еще немного прижарится у меня, я в него добавлю специи. Пусть они работают. Рыбка, я считаю, что уже готова. Она обжарена не до конца. В ней еще есть, конечно же, внутри сыринка. Но мне как раз не хочется, чтобы рыба была у меня в результате переготовлена, поэтому я ее готов уже вынимать из сковородки. Все, рыбку я пока временно вот так вот вынимаю на тот же лоточек, где она лежала сырой. Вот так вот. Вот так вот ловко работают мировые повара, ребята. Двумя вилочками. Значит, смотрите, я это солью. Я вот это вот слил, но все, но сковородку я мыть не буду. Она мне вот так вот будет нужна. Теперь смотрите, что я делаю. Лук в сковородку. Сейчас он здесь прижарится. В соусе останутся рыбные вкусы. Мы ничего здесь не потеряем. Вот смотрите, видите, снова начинается жарка. Уже такая густоватая масса здесь. Лук уже начинает исчезать. Растушивается лук. И вот когда эта смесь снова начинает жариться, я сюда вываливаю вот эти вот прогретые в сухой сковородке специи. Вот так. Главное в индийской кухне – сочетание специй. Для рыбы по-бенгальски прогреваем на сухой сковородке зиру, кориандр, семена фенхеля, кардамон и палочку корицы. Пусть они сейчас маслицем, маслицем, которое здесь есть, обработаются. Я сейчас кусочек маслица еще дам сюда, сливочного, потому что в присутствии масла как раз специи лучше открываются всегда. Вот это важно понимать. Вот это у меня уже, видите, база. База, соусная база, так сказать. Вкусно пахнет уже теперь отсюда. Все специи поехали работать. Лаврушку еще дам. Лаврушку-то греть не надо было. Сюда лаврушку одну дам. Лаврушка никогда не помешает в индийской еде, в комплексе. Быстренько подготовлю помидоры, ребята. Мне ну помидоры здесь еще нужны. Значит, я сейчас помидоры грубо нарублю. И перчик я, конечно же, сейчас подготовлю. Даже я прежде всего перчик сейчас рубану. Дойду до семян. И с семенами рубану, не буду очищать. Вот. И этот перчик я отправляю, смотрите, сюда, в сковородку. Вот так вот. Вот как здесь хорошо сейчас все прижаривается. Вот это уже вкусно. Вот это уже вкусно по-индийски. И теперь немного воды. Пусть дальше протушивается все. А я тем временем дорабатываю помидор. Грубо, потому что сейчас помидоры исчезнут. Вот так вот грубо, бессистемно нарезаются помидоры. В Индии помидоры очень хорошие, конечно, как вы понимаете. Там они всегда, наверное, круглый год растут. Вот теперь, смотрите-ка, помидоры пошли. И вот теперь это мы доведем до мягкости, чтобы помидоры так вот не стояли. Чтобы помидоры упали, так сказать, в соусе. Чтобы получился, ну, так или иначе, однородный соус. Я дам соусу побулькать минут 10. Готовим рыбу по-бенгальски. Обжаренную рыбу выкладываем, а в сковородку выливаем луковый соус и добавляем прогретые специи, немного острого перца чили и помидоры. Оставляем соус кипеть приблизительно 10 минут. Ну вот, смотрите, видите, помидоры, в общем-то, исчезли. Соус хорошо булькает. Теперь я уменьшу нагрев. Здесь уже все нормально. Значит, нагрев уменьшаю. И теперь аккуратненько выкладываю сюда обжаренную рыбку. Вот так вот. Чтобы она была видна в этом соусе, но погружена была в него. Вот, посмотрите. И сейчас я вот так время от времени буду рыбку аккуратненько, нежно-нежно поливать. Весьма простое, кстати, блюдо. Весьма простое блюдо. Здесь нет никаких сверхъестественных ингредиентов. Все продается в магазине. Ну что еще здесь такое, что недоступно сейчас в нашей стране? Вот так вот она вкусненько булькает, эта рыбка. Теперь я только что сделаю. Я возьму немного мяты. Индийская кухня любит мяту. Очень любит мяту. И мята любит индийскую кухню. И возьму, конечно же, кинзу. Ну, эти травки будут нам просто-напросто посыпать. Уже готовое блюдо, которое сегодня у нас называется. Рыба в бенгальском стиль. Ну, вы поймите, друзья, что там, где рыба, там, собственно, и курица. И вообще такие штуки весьма заменяющие друг друга. Поэтому, если вы возьмете куриное филе, нарежете его на небольшие куски, вот так вот обжарите в смеси муки и куркумы с солью, потом сделаете такой же соус, в этом таком же соусе прогреете так же обжаренную куриную грудку, у вас получится уже не рыба в бенгальском стиле, а, соответственно, куриная грудка. Между прочим, очень хорошо работает и индейка. Индейка сейчас популярная вещь, потому что индейка очень диетическая птица, поэтому можно приготовить так же индейку. Хотите, так можно приготовить и креветки. Возьмите большие креветки, слегка их обжарьте в смеси куркумы и муки и быстренько прогрейте в таком соусе. Возьмите кальмары, то есть здесь все, что угодно. Я вам, ребята, вот не люблю давать, собственно говоря, конкретных рецептов, а люблю вам дать целую концепцию, что я сейчас и делаю. Вот посмотрите, сколько возможностей уже есть. А хотите, обжарьте баклажаны в такой смеси, муки и куркумы. Кабачки обжарьте, сладкие перцы обжарьте и в этом соусе стушите с помидорами. У вас получится некая овощная рагу, пряная, острая, провоцирующая аппетит. То есть посмотрите, как важно понимать национальные кухни, потому что это дает вам возможность себя чувствовать уверенно на кухне и, если не фантазировать, то сильно разнообразить свое меню. Вот в чем ценность изучения кухни, вот в чем моя, человека, который способен дать вам вот эти вот знания, которые я долгие годы собирал в разных странах. Вот рыбка. Она уже хороша. Рыбу готовить долго не надо. Она была обжарена, теперь она уже прогрета и она готова. Потому что слишком готовить рыбу – это тоже преступление, ребята. Потому что она становится сухой и, так сказать, менее вкусной. Ну, теперь подача. Теперь подача. Здесь, собственно говоря, много ума не надо, потому что достаточно будет аккуратно выложить кусочки рыбы на тарелку. Сегодня гарнира не будет. Ну, вы понимаете, что гарниром здесь может быть прежде всего отваренный рис. Вот рыба. Я ее сейчас обильно залью соусом. Весьма острое блюдо. Но не думайте, что вы будете себе так уж все обжигать. Здесь острота, она ведь не только от перца, она еще от специй, от этих вот жареных специй. Но она согревающая острота. Она не будет вас убивать. Она будет провоцировать, наоборот, жизнь в вас. Ну, кстати говоря, в Индии к таким вещам еще подают, к острым вещам подают такие специальные жидкие салаты на базе йогурта, которые называются райта. То есть вот такая вот райта тоже вполне может быть подана в качестве сопровождения к этому блюду. Ну, у нас, если хотите, и картофельное пюре делайте, если вам это нравится. Значит, вот рыба. И теперь я посыплю вот так ее смесью кинзы и мяты. И, собственно, вот вам хорошее вкусное блюдо. Рыба в бенгальском стиле. Дорогие друзья, в завершении приготовления этого блюда я вот что вам хочу сказать. Вы, как видите, я не индус. Ну, посмотрите на меня в профиль вот так, например. Правда ведь не индус? Да? И не надо. Потому что я, конечно, европейский человек, но я способен, вот изучая кухню в стране ее происхождения, принести ее вам. Говорить с вами понятным языком, давать понятные термины и понятные способы приготовления. Вот в чем ценность мирового повара в том, что я с вами говорю на одном языке. А носители кухонь часто не могут по-человечески объяснить, как готовится блюдо. Поэтому я лучше. Именно поэтому мировой повар – это прежде всего я, а не кто-то другой. Мировое, да. Субтитры создавал DimaTorzok